Как правильно оформить земельный участок в собственность? С такой проблемой сталкиваются немало жителей Чебоксар. Сегодня мы с вами постараемся разобраться во всех тонкостях этого вопроса и узнаем, как избежать типичных ошибок при проведении сделок землей. Покупка земельного участка неразрывно связана с последующим оформлением прав на него. Приобрести земельный участок можно разными способами. Муниципальные органы власти проводят соответствующие аукционы, победители которых, за редким исключением, сначала получают землю только в аренду. Принять участие в таких торгах могут как физические, так и юридические лица. Начальная стоимость объектов недвижимого имущества рассчитывается на основе рыночной стоимости. Администрация города в первую очередь руководствуется принципами открытости, общего доступа к земельным ресурсам, платности, эффективности использования земельных участков. Земельный участок, который выставляется на торги, как правило, объектом является не право собственности на объект, за исключением земельных участков предназначенных для индивидуального жилищного строительства, либо лично подсобного хозяйства. Объектом является право аренды этого земельного участка на определенный срок. На торги выставляются новые земельные участки с определенным видом разрешенного использования. Лицо выигравшее торги может из арендатора земельного участка стать его собственником. Для этого нужно выполнить условия использования данного объекта. В этом случае участок получится приобрести по его кадастровой стоимости. Все земельные участки, которыми мы распоряжаемся, предоставляем гражданам, предпринимателям, они свободны от прав третьих лиц. Земельные участки, которые заняты или предоставлены кому-либо на каких-либо правах, мы не вправе вообще выставлять на аукцион. Это означает, что все наделы состоят на государственном кадастровом учете, и у каждого из них есть межевой план. Постановка земельного участка на кадастровый учет позволяет присвоить объекту уникальный кадастровый номер, а значит, подтвердить его существование. Межевой план позволяет точно определить и закрепить границы объекта недвижимости. Такой план понадобится не только при постановке на кадастровый учет. В дальнейшем он поможет избежать различных судебных тяжб. Очень много споров в судебном порядке из-за того, что эти границы не фиксировались между соседями, когда соседи передвигают забор и захватывают соседскую землю. Доказать, что это всегда земля была моя, это очень сложно в таких случаях. Землеустроительные работы проводят кадастровые инженеры. В Чувашии работают более 300 земельных специалистов. Однако не все организации добросовестно выполняют свою работу. До середины этого лета кадастровые инженеры несли только административную ответственность. Теперь же в случае неправильно составленных документов они могут понести и уголовную ответственность. В случае, если размер ущерба более 6 миллионов, то штраф возрастает от 200 до 500 тысяч рублей, а также возможны и исправительные работы до одного года. Одним из муниципальных предприятий, которые оказывают услуги по проведению геодезических работ, является Бюро технической инвентаризации. Организация занимается им сживанием и установлением координат и топографической съемкой. В стенах предприятия находится архив, в котором хранится большое количество технической документации объектов недвижимости, что позволяет гражданам оперативно найти нужную информацию. Все земельные работы выполняются с помощью современного оборудования. Применение данного оборудования позволяет более точно определить координаты точек тех или иных объектов, земельных участков, поворотные точки объектов недвижимости, что позволяет более точно это отобразить уже непосредственно в самой технической документации, которая требуется непосредственно заявителям. Геодезисты выезжают на полевые работы и производят соответствующие замеры. Затем получают в кадастровый план территории, после чего формируют межевой план. Итогом деятельности специалистов является получение кадастрового паспорта на земельный участок. При наличии соответствующих документов граждане могут зарегистрировать право собственности на землю. В Чувашской республике этим занимается управление Росреестра. При осуществлении сделок по купле-продаже земельного участка следует уделить особое внимание правилам землепользования застройки, какие виды объектов можно возводить на данном наделе и как можно использовать эту территорию. Но это не единственное, на что стоит обратить внимание. Можно взять выписку из ЕГР прав, из Государственной кадры недвижимости, посмотреть, есть ли координаты у этого участка, нет ли арестов у этого участка, кто же собственник этого участка продает, действительно ли собственник вам предлагает купить этот земельный участок. Тем гражданам, у которых уже есть государственный акт на право собственности на землю, в Росреестре рекомендуют зарегистрировать этот документ в Едином государственном реестре прав и в Государственном кадастре недвижимости. Ведь эти акты использовались до принятия закона о регистрации прав недвижимости. Сейчас они также признаются, но могут возникнуть проблемы. У нас были случаи, когда уже новое предоставление земельных участков не учитывало вот эти права. Муниципалитет, например, не знает, что было раньше ГУСАКТ, и участок не стоит на кадастровом учете. Муниципалитет может расценить этот участок как свободный и предоставить любому другому новому собственнику. Очень много жителей республики уже оформили свои земельные участки в собственность. Большинство из них все сделали по правилам. Я оформлял, у меня вопросов не было. Едешь в район к кадастровому инженеру, с кадастровым инженером связываешься, фотографируют, измеряют и так далее, обмеры делают и по волосу. Выдают потом документы. Да, мы оформляли землю в собственность. Оформлял отец, так что со стороны казалось все быстрым. Таких проблем не замечали. Я лично как бы с какими-то такими коллизиями в законе таких случаев у меня не было. Все было более-менее там как бы стандартно. Никаких таких отклонений не было. Оформление земельных участков в собственность является одной из важнейших процедур в сфере земельных отношений. Без наличия правоустанавливающего документа невозможен ни один вид сделок, будь то купля-продажа, аренда или наследование. Правильно оформленные документы позволят не только распоряжаться своим недвижимым имуществом в полной мере, но и уберегут от проблем, которые могут возникнуть при использовании земельного участка. Редактор субтитров А.Семкин